Слава Украине! Героям слава! Привет всем от Полонского! Ребята, так называемая Россиюшка с такой скоростью скатывается в преснопамятный совок, что, знаете, просто диву даешься этой схожести и вот этим проблемам смешным, которые на них сыпятся, и это просто совок-совок такой. Ну вот, к примеру, кто постарше, все, конечно же, прекрасно помнят, как, скажем так, статусной вещью была обычная жвачка, вы помните? Что только крутые чувачки могли себе позволить жевать жвачку, а все остальные стояли и смотрели на них, знаете, с такой завистью. Но с такой завистью они на них смотрели, наверное, больше завидовали только обладателям джинсов Левис. Вот эти две суперстатусные вещи, которые отличали успешного советского человека, это именно наличие во рту жвачки, а на попе джинсов Левис. И ну все, тогда это, знаете, это был человек, у которого жизнь удалась, да. И вот на России полностью идут по этому пути. Короче, там накрылось производство жвачки, орбит. И вообще никакой жвачки больше не будет. Короче говоря, они оказались нездябными даже производить вот эту вот массу резиновую такую для жвачки. И они ее всегда завозили, завозили из-за границы. В настоящее время вот эта масса, из которой производится жвачка, она попала под санкции. И производить жвачки на России больше не буду. Значит, слушайте меня. Даю вам наколку, как вы должны поступить, если вы хотите жвачку. Вы едете в какой-то российский город, здесь порт, а там, значит, моряки ходят иностранные, потом свои. И вы всегда можете, например, выменять, поскольку денег у вас тоже не будет очень скоро. Ну, а фубли ваши никому не нужны. Ну, а долларов, понятное дело, у вас не будет никогда в жизни. То, чтобы получить заветную жвачку, кстати, джинсы тоже самое, потому что джинсов у вас тоже очень скоро не будет. Так, чтобы получить заветную жвачку, вы должны будете им привезти нечто туда, чтобы обменять. У вас будет натуральный обмен. Нечто, что вы можете обменять на жвачку или на джинсы. Ну, девушкам в этом плане проще. Там просто, как говорится, натурпродукт сразу на месте. Они, ну, вот, советские женщины в курсе, да, были тогда у нас женщины такого вот сорта, которые зарабатывали на жвачку вот таким вот образом, да. Ну, а всем остальным, ну, увезите что-то, что заинтересует, да, заинтересует матросов, да, моряков, судов, которые ходят в свободный мир, на который вы будете из-за железного занавеса так смотреть уныло. Ну, а с другой стороны, знаете, хорошо, хорошо, что у вас будет железный занавес, вы просто не будете видеть, в каком вы все живете дерьме. Слава Украине!